Пересмотреть решение о запрете сельскохозяйственных ярмарок и выработать механизм возврата денег пайщикам. С такой задачей в Бахчисарай с рабочей поездкой приехал первый вице-премьер Крыма Михаил Шеремет. Вопросов к нему было немало, но и ответы в итоге получил каждый из местных жителей. В ходе личного приема граждан большинство вопросов касалось возвращения денег пайщикам. Люди массово жаловались на то, что за последние два десятка лет работы Райпотребсоюза непонятной была сама система распределения и расходования народных средств. Нина Павловна проработала в законконторе не один год, как и все, вкладывала в Союз свои кровные. Вспоминает, тогда все члены организации были объединены одной целью. Я проработала с 73-го до 98-го, пока не развалилась законконтора. Мы вкладывали деньги. Продала дом отцовский, только чтобы не развалилась наша законконтора. А несколько лет назад организацию решили окончательно обанкротить. Тогда при Украине этому никто и не препятствовал. С 2008-го какая-то там группировка зашла на Бахчарайске, конкретно Райпотребсоюз. Делала предприятие исключительно убыточным, либо близким к тому. Прибыль, соответственно, не распределялась. Теперь ситуации вплотную займутся в Совмине. То, что происходит сейчас, по словам первого вице-премьера, требует немедленной реакции. С учетом того, что ранее Госсовет официально принял решение о передаче бывшего имущества Райпо, а именно складов, магазинов и рынков в республиканскую собственность, это уже преступление не только против людей, но и государства. Байщиков, которые находились ранее в Райпо, потом непонятно каким образом были вышвырнуты. Осталась небольшая группа лиц, которая на сегодняшний момент прихватизировала уже национализированные имущества, сегодня собирает сборы себе в карман. Правовую оценку всему произошедшему дадут уже правоохранители. Материалы по каждому делу будут переданы в соответствующие структуры. Еще одна важная тема – проведение сельскохозяйственных ярмарок. Сейчас их вообще запретили, что сказывается и на выборе продукции, и аграрно-торговых перспективах города и района. Компромиссный вариант в условиях ЧАЭС – ярмарки разрешить, но с куда более серьезным ветконтролем и отсутствием мясной продукции на прилавках. У нас сегодня проблема с ярмарками в связи с тем, что у нас есть африканская эпидемия. ЧАЭС – ярмарки – это первоочередная задача, которую поставил Лава Республик. Еженедельно проводить ярмарки. Еще одна причина поскорее возобновить практику ярмарок – большой рост стихийных точек торговли в городе. А этот фактор, помноженный на недоверие торговцев к переходу на муниципальные рынки, образует одну большую проблему. Михаил Шеремет, пообщавшись со стихийщиками, сделал однозначный вывод. Они готовы работать иначе, но людям надо лучше объяснять все преимущества торговли по закону. Что касается документации, то здесь процесс уже пошел. Я считаю, что люди должны торговать, должны зарабатывать, реализовывать свою продукцию, проблем нет. Просто с ними надо провести беседу, и чтобы здесь возле памятника здесь не торговали. И все, и проблемы сняты. Уже зарегистрировали по заявлению Боксирайской городской администрации право собственности на недвижимое имущество в виде складских помещений, магазинов. Сейчас готовится администрация совместно с БТИ пакет документов конкретно по Боксирайскому городскому рынку. Имущество РАЙПО будет передано в муниципальную собственность и поставлено на кадастровый учет. Поэтому с людьми, которые работали и работают на рынках, будут перезаключены договора на прежних условиях. Анжелика Завгородняя, Александр Чукалов. Время новостей. Бахчисарай.